Всем привет! В эфире VortexRC Racing, канал о радиоуправляемых моделях. Я сейчас нахожусь в отпуске, поэтому решил, а не запилить ли мне свеженький видос о тюнячках, которые пришли для трофи-моделей с Алиэкспресса. Начнем с Тойоты. Был получен и установлен багажник на крышу. Стоимость багажника примерно 450 рублей. Выполнен он из металла и довольно тяжелый. Кстати, это минус, потому что теперь в самой высокой части модели прибавилось прилично вес. Это будет плохо влиять на переворачиваемость модели. Но, тем не менее, для соревнований нужны сэндтраки, поэтому, чтобы их перевозить, я решил установить багажник на крышу. Кстати, если вы мне посоветуете годные сэндтраки в комментах, буду вам за это благодарен. Также в этом багажнике спереди установлена площадка для установки света. Очень много лотов сразу поставляются со светодиодной гирляндой, но я взял просто металлический багажник и сейчас расскажу почему. На самом деле, помимо перевозки сэндтраков, у него двойное назначение. У меня есть вот такая клевая маленькая камера. Это камера от производителя Polaroid. Я думаю, вы помните, в 90-е были фотоаппараты, которые мгновенно печатали фотки. Представьте себе, до сих пор эта контора жива и даже выпускает экшн-камеры, к чему я был очень сильно удивлен. Стоимость этой камеры 2000, плюс доставка косарик. Итого, за три я ее забрал с Амазона. По цветам там есть черные и красные, но мне досталась вот такая веселенькая голубая, потому что не все магазины шлют в Россию, к сожалению. Камера, во-первых, очень маленькая. Она по размеру меньше, чем GoPro Session 4, Go Session 5. А также ее огромнейший плюс это водозащита. Причем водозащита без аквабокса, то есть в таком положении ее можно кунать в лужи, бросать снег, ничего с ней страшного не будет. И плюс просто гениальное решение, которое меня зарадовало, это магнит снизу. И для крепления этой камеры нужна всего лишь металлическая поверхность, чем у меня и является багажник. Таким образом, в одно движение я устанавливаю камеру на багажник и могу снимать прикольные такие FPV-шные виды. Держится это все очень крепко и никуда не сваливается. Кстати, для этой же темы я на Mercedes Unimog просто приклеил на двухсторонний скотч металлическую площадку. И если мне надо будет снять с Unimog какие-нибудь ракурсы, я просто прикрепляю камеру к Unimog. Ну и раз мы разговариваем о камере, для меня эта тема животрепещущая, потому что я постоянно и снимаю, и катаю, это тяжело делать. Смотрите, на бейсболку просто прикрепляем канцелярский зажим, он металлический. Хлобысь. Можно обойтись без крепления на голову и снимать все от первого лица. Реально круто придумали с магнитным креплением. Можно даже сделать селфи-камеру из молотка. О-хо-хо-хо-хо! Возвращаемся к багажнику, сейчас я его отсоединю. В комплекте нам дают просто зип-лок, в котором есть шайбы и гайки для крепления багажника. То есть здесь все предельно просто. Едем дальше. Для Mercedes я заказал держатели клипс, выполнены они из металла, то есть это металлический прутик. Я сюда вставлю фоточку, приходит в наборе с четырьмя клипсами большими, для слыша допустим подойдет. Стоит на Алиэкспрессе вместе с доставкой 130 рублей. Ссылка для ленивых в описании будет. Возможно с точки зрения копийности вот такая держалка не очень, но мне для удобства нравится. На Mercedes я установил регулятор, это регулятор Hobby Wing 1060, о нем в прошлом видео было. Кстати здесь у меня получается отклеилась кнопка запуска. Ну и напаял я разъемчик XT90, так как у меня все батарейки на XT90. Долго думал как заморочиться с приемником, он у меня хоть и пролит лаком, все равно не защищен в радиобоксе, поэтому на этом Mercedes я глубоких погружений не планирую. Надеюсь на следующих выходных поедем на какие-нибудь покатушки. Ну и наверное вы помните в прошлом видео я там плакался про стопорное кольцо амортизатора, которое у меня потерялось, решилось все очень круто. У меня на районе есть локальный такой магазинчик с запчастями. Там мне просто без чека в рассыпную продали амортизатор. Это амортизатор от Tamii. Он даже не маслонаполненный, то есть это просто пружинка со штоком, которая гуляет. И соответственно здесь был этот фиксатор, который я поставил себе на модель. И хочу сказать, что он даже держится покрепче, чем оригинал. Так что стопорное кольцо амортизатора можно брать с Tamii. Тачек вообще просто огонь, рекомендую. В принципе на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам интересны радиоуправляемые модели. С вами был Андрей, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok